Дамы и господа, всем привет! Сегодня будут ответы на вопросы из комментариев. Я тут уже сижу часа полтора, наверное, пока нашел все эти вопросы. Я на совсем какие-то глупые, странные отвечать не буду и на совсем какие-то банальные тоже. Поэтому выбрал несколько интересных и постараюсь на них как-то развернуто, интересно ответить. Перед просмотром, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте заранее лайки, видосы и приятного вам просмотра. Хочу начать с такого более-менее странного вопроса. Не мерзко ли мне прикасаться к людям и как я это терплю? Имеется у меня жизненная история на этот счет. Я вообще человек не сильно тактильный, с неизвестными людьми, мне это не сильно комфортно. Но при этом у меня есть, начнем было с моей работы, оно как-то отбилось у меня. У меня была такая особенность всю жизнь, до лет, наверное, 16-17. Я при виде человеческой ноги, в общем-то, ступни, мог вполне себе и блювануть. Ну и как бы, а место, ну тогда было около модного, там какие-то надписи делать. Я что-то только начинал, там, ну в основном какие-то надписи только рассчитывать, а можно было. И, значит, пришла ко мне такая полноватая женщина. Летом это было. От нее, ну просто так воняло, в общем-то. Я как бы, ну думая о том, что я могу как бы блювануть, я одел маску. Тогда еще было не модно ходить в масках. И, ну делаю себе татуху, где-то буквы 3, наверное, с надписи я набил. И, ну поднял урну, блюванул и продолжил работать. И вот после этого у меня как-то, ну отношение вообще к этому подизменилось. И больше меня не воротит особо. То есть это, наверное, вот из способов, когда у тебя есть фобия, надо вот прям лезть в эту фобию. И тогда она типа пройдет. Ну вот у меня, наверное, вот где-то так и случилось. Самое противное, что могло быть в моей жизни, вот, и через это прошел. И после этого у меня как-то исчезло какое-то отвращение. Ну это как бы моя особенность, которая, слава богу, прошла, что с этим жить вообще тяжко на самом деле. Есть еще момент, что у людей бывают всякие кожные болячки, при которых как бы можно делать татуировки. Но все равно прикасаться как бы, хочется сказать, западло, но слово немножко неподходящее, не из этой рубрики, неприятно. И в этом моменте как бы ты всегда должен прикасаться к человеку в перчатках. И перчатки вполне себе обезопасивают ваше внутреннее спокойствие. И вы можете быть спокойны, и никакого дискомфорта я не ощущаю. Вообще поначалу у всех бывает дискомфорт с прикосновениями к другому человеку. Какое-то чувство неловкости, какая-то там боязнь, там, не знаю, сильно там что-то там повернуть. Как-то не так человеку, чтобы сделать им неприятно, все дела. Но оно проходит, не знаю, буквально на десятом клиенте, вы уже про это забываете. И так же само с, допустим, вот есть девушки, довольно большое количество, которые считают, что вот нужно ходить только к татуировщику женщине, там делать какие-то татуировки на около интимных местах, типа там груди, там ягодицах, все дела. При этом, ну вот я честно вообще не помню ни разу, чтобы ко мне пришла девушка, я на нее смотрел там с какой-то там сексуальным посылом каким-то. То есть я клиента воспринимаю, ну как бы звучит грубовато, ну как мясо как бы. То есть моя рабочая поверхность, то есть и не более. То есть мне абсолютно неинтересно там продолжение, не знаю, как это сказать так по-приличному. Но как бы нет, наверное, каких-то таких татуировщиков, хотя я не знаю точно, утверждать не стану, которые там, не знаю, бросаются на своих клиенток, или если это девушка там на мужчин, то же такого не слышал как-то. Это, ну работа и работа. То есть когда вы приходите к, не знаю, к гинекологу там какому-то или проктологу, пол как-то не особо имеет значения, хотя опять же для кого как. Но при этом это, кстати, тоже такая штука есть, что девушкам легче быть татуировщиками. Такой сексизм в тату-мере, потому что к девушкам охотнее идут сами девушки, потому что типа вот, мол, чтоб мужчина не смотрел. И мужчины тоже охотнее идут к девушкам, потому что «Ага, девушка!». Далее вопросы по моему старшему брату. Тут большая часть моих зрителей – это всё-таки от него, поэтому и вопросов о нём тоже порядком. Первый вопрос – почему я не переделываю его огне на руках? Для начала, самое главное, он не хочет этого. Я их сделал, бог знает когда. Это видео, кстати, у него на канале есть. Мы их перекрашивали, потом переконтурили. Но так сказать, чтоб лучше особо стало, я не скажу. Но такое вот. Я вообще их отказывался бить в первый раз. То есть я прям Диме так и говорил, что я ещё так себе делаю вообще, и что не стоит. На что ему было абсолютно пофиг, и как бы, в принципе, он меня заставил их делать. Поэтому, как бы, такое. Переделывать он их не хочет. Ему нравится. Если ему нравится, то как бы, что я могу сделать? Мне эти огни не нравятся. Я бы их с удовольствием перекрыл на что-то, но он не хочет. Второй вопрос по Диме – это когда я его позову на канал, будет ли что-то с ним? Обязательно будет, только надо мне как-то подраскачаться, чтобы это было всё поинтереснее. Потому что я их монтирую так себе. И, ну, вы поняли. Короче, подраскачаюсь, и обязательно позову. Далее у нас не совсем вопрос, скорее просьба, но подходит. Расскажи про странных, неординарных клиентов. Интересно было бы увидеть народное искусство, поистине дурацкие эскизы, с которыми приходили. Ну, если б я знал, что у меня будет вообще канал, я б, наверное, их всех сохранял. Куда-то там скринил, не знаю, или где-то там прятал бы эти эскизы. Но я, к сожалению, не знал этого. Никогда не планировал ничего публичного такого делать, поэтому, собственно, ничего не сохранял. Про странных, неординарных клиентов у меня есть пару историй в тату-байках. Можно зайти в плейлист их посмотреть. Опять же, у меня очень плохая память, и я мало что вообще запоминаю в жизни. Поэтому каких-то историй интересных, если я их буду вспоминать, то я обязательно расскажу. Я себе уже начал в заметках записывать, чтобы не забывать, и у меня были какие-то ориентиры. Поэтому всё, что я вспоминаю, уже есть в тату-байках. Чего не помню, того не вспомню, скорее всего. Народное искусство, ну, на самом деле, его почти нету, потому что люди в основном просто устно рассказывают, что они хотят. В основном, это, конечно, ну, адский бред. А сами эскизы, бывают люди, которые могут нарисовать что-то, вот, типа, хочу вот такое вот. Но, опять же, я не сильно это скриню, и как-то не знаю, как найти это. Поэтому такого показать не могу. Ну, бывали очень странные люди, бывали очень странные эскизы. Ну, ничего такого, на самом деле, чтобы прям, не знаю, оборжаться как-то не было. Далее у нас не совсем вопрос, скорее наезд, но отвечу. Зачем делать татуировки? Это же не одежда, из моды выйдет, потом сошкрябывай. Купите майку, любые рисунки делают, закончится сезон, выкинул майку, купил новую. Так считают среднестатистические дебилы, которые не совсем понимают вообще, о чем говорят. Татуировка появилась не менее как 60 тысяч лет назад. Да-да. На мумиях ее нашли, ну, зачитываю с сайта, если что. Не я придумал. Мумиям около 4 тысяч лет, но рисунки на высосшей коже хорошо различимы. То есть уже до рождения вашего любимого Христа уже были татуировки. И как-то с моды оно не выходит, а наоборот приходит. И уверен, что на вашем веку, на веку ваших детей, их детей и их детей, мы эту моду не потеряем. Она будет только развиваться, развиваться, ну, как показывает жизнь и время. Насчет того, что потом их сошкрябывать, если сделать хорошую работу, сошкрябывать ее не придется. Как я уже говорил, раз 500. Если сделать какую-то хрень, то ее будешь сошкрябывать. Модно это, не модно. Всегда. Продолжаем тему наездов на меня. Это из серии роликов, где я рассказывал, показал, как тату-мастера обманывают своих клиентов. Человек пишет, ну да, ну да, типа ты так не делаешь. Вот вообще хочу поговорить про отношения людей к другим людям и мнение, что все люди такие же, как ты. Это максимально дебильно-дегенеративное мышление, когда ты думаешь, что если ты гондон, то и все вокруг гондоны. Это абсолютно не так и относится абсолютно ко всем. Приведу яркий пример, который всем, к сожалению, в жизни иногда встречается. Это наши любимые полицейские. Гондонов среди них просто не перечислить. Но при этом сказать, что не все гондоны, я так не скажу. Там огромное количество людей абсолютно нормальных, которые и взятки не берут, и не делают всего того, чего мы не любим. Поэтому так абсолютно с левой профессией. То есть не обязательно даже быть в гондонской профессии и быть при этом гондоном. Ты можешь быть абсолютно нормальным человеком, который делает нормальную свою работу. Или вот так же самое. У меня есть друг, у которого мама депутат. И они живут сильно хуже, чем я, не имея мамы депутата. Она ни копейки оттуда не взяла и работает там чисто на их, кстати, не сильно большой зарплате. И делает добрые вещи людям. Поэтому в самой гондонской профессии ты все равно можешь быть нормальным человеком. И это абсолютно неправда, что если ты будешь обитать среди тех, кто постоянно там обманывает, что ты тоже начнешь обманывать. Я вот провел в студии, где люди постоянно там наживались жестко, при том обманывали, там всякие вот эти вот схемы, которые я рассказывал в этих роликах. Проворачивали, но при этом я этим не занимаюсь. Так, мне кажется, что я ни на какие вопросы особо-то и не ответил в ответах на вопросы. Поэтому давайте, чтобы я еще 4 часа не искал в ваших комментариях какие-то вопросы. Под этим видосом напишите вопросы. И я выпущу вторую часть, где я отвечу на ваши вопросы. Не важно, они будут каким-то интересными, неинтересными. Но постараюсь на все ответить, потому что не хочу ролики по 40 минут выпускать, потому что их никто не смотрит. Поэтому буду по чуть-чуть дозированно отвечать на вопросы. На какие-то максимально интересные буду отдельные ролики выставлять. Поэтому вообще, если у вас есть какие-то идеи или какие-то вопросы, на которые не можете нигде найти ответы, пишите в комментарии, с удовольствием отвечу. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю. Всем пока.